добрый вечер дорогие мои подписчики и густи моего канала вот сижу хотела вам показать драценус рукулезу как она цветет но все-таки наверно покажу но расстроена не могу вот смотрите как она цветет видите вот какое чудо вот видите какое чудо она еще и пахнет приятно так эти где еще у нас цветущие цветущий вот смотрите видите бутончик только начинает а вон уже отцвел видите как он интересно по одному то есть 11 цветает 2 уже отцветает вот такие ягодки после цветения образуются видите вот такие вот вот классное растение вы знаете мне очень нравится вообще его внешний вид но к сожалению в моем моих джунглях его практически не видно вот если пункт стояла она стояла вот где-то в отдельном горшке вы знаете я в инстаграме подписана на какого-то молодого человека из лондона по моему него называется страничка джеймс джеймс джунгли ребята это просто вот смотреть на такое и конечно я получаю огромное эстетическое удовольствие но и все время расстраиваюсь потому что мне до него далеко но мне даже до него далеко не не потому а что он живет в таком шикарном доме там только потолки со стеклянной крыши на метров 5 и вот эти роскошные растения и его возможности знаете он может получать покупать очень экзотические очень интересные не не такие как у нас растения вот то есть каждый раз когда я смотрю его видео как он распечатывает посылку достает оттуда очередной какую-то необыкновенную монстеру то меня прям жаба души честное слово вы знаете если вы не ужасно расстроена вот вообще я очень редко испытываю такие чувства как знаете особенно злость и ненависть и какую-то знаете вот ну негатив скажем тогда представляете сегодня мне пришла смс что мои цветы мои бегонии пришли в отделение связи я вышла в интернет и посмотрела режим работы они работали до 18 часов в принципе если бы я очень 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 захотела то я бы наверное смогла выбраться из с работы отпроситься на часик съездить забрать посылку но так как почта по расписанию работала до 18 часов то я решила что зачем к чему такие трудности если я могу съездить и получить растение 6 часам вы знаете я приехал к отделению связи 20 минут шестого так бегоник бегония моя чудо тут как-то листик нехорошо а это она не туда залезла вот и отдельные связи уже закрыто рядом стояла девушка и говорит да конечно пяти работают игры как до пяти стал стучать а на самом верху знаете не на высоте скажем так человеческого взгляда да на самом верху висит какое-то объявление мелким мелким почерком выходит тетечка почта россии вы знаете вот я не знаю почему там работают такие тетечки вот честно вот они все какие-то мало того что они все обозленные какие-то они все какие-то вот ну странные очень выходит и говорит что вы стучите я говорю девушка времени 20 минут 6 почему вы закрыты она говорит как почему сегодня предпраздничный день я говорю знаете а я так думаю боже мой неужели я ну как ну нет но я ж не могла 1 мая пропустить то есть я понимаю что что время уйдет очень быстро сейчас летит но все равно 1 мая я знала точно что сегодня не 30 апреля к девушка какой праздник она говорит как разве вы не знаете завтра же радонец а я говорю да но знаете мне очень стыдно но я не знаю не то чтобы я не знаю что это за праздник я знаю что это родительский день но я знаю что у нас не всегда его отмечают скажем так на ставрополе вот краснодарском крае там да они отмечают у нас на ставрополе они как-то так знаете к этому относятся и все года предыдущие не помню чтобы нам давали выходные связи с радонец и а тут значит она говорит завтрашний праздник радонец а а сегодня говорит предпраздничный сокращенный рабочий день представляете огур девушка вы чё издеваетесь у меня там растение они же погибнут а завтра выходной только говорит вы получите растение только в среду представляете боже мой я даже не знала что во мне может быть такая буря негатива знаете негативных эмоций и так расстроилась я вам передать не могу еще больше я не только расстроилась я возненавеяла просто почту россии потому что вы представляете у нас весь город не работает уже целый месяц какие праздники вообще вообще какая радонец а то есть если люди хотели сходить на кладбище помянуть своих близких то за месяц это можно было бы сделать у нас шикарная стоит погода у нас 20 градусов тепла с лишним то есть любой человек может сходить за это время уже 20 раз бы сходил на кладбище там пропалу свои могилки и все сделать почему нужно объявлять именно выходной день да еще предпраздничный рабочий день сокращенный когда люди вообще не работают в городе понимаете мы сейчас на полной изоляции у нас даже из городов ехать и выехать нельзя за это мне непонятно я конечно дозвонилась до горячей линии но я так понимаю что горячая линия специалисты сидят в москве я говорю девушка а что завтра за праздник скажите мне пожалуйста вот я знаю праздник 8 марта я знаю 1 мая а вот что завтра за праздник почему сегодня у нас по сокращенному режиму работает отделение связи она знаете она не знает почему она не знает почему работает отделение связи по сокращенному по сокращенной по сокращенному графику вот так что вот так вот ребята так что я сегодня не получила бегоний и завтра я их не получу и получу их только послезавтра в лучшем случае в 9 часов утра не знаю может быть я зря конечно так нервничаю так переживаю но вы знаете я к растениям отношусь как живым то есть ну вот честно вот я считаю что но вот столько лет общения с растениями убедили меня в том что они живые понимаете вот вы мне хотите версии хотите нет я знаю что я точно знаю что они живые я знаю что они живые я знаю что это просто другая форма существования понимаете я вот вообще я так переживаю что мои растения сейчас лежат в какой-то темной душной коробке без полива без солнца без света и еще лежать им двое суток практически там вот в общем расстроилась я ужасно ну вот еще раз вам покажу сегодня свою картиночку садика я вот выставила единственное выставила вот эту драценную суркулезу видите сюда поближе хотела показать вам ее цветение и да я же вот на это место где мне стояла гордыня жасминовидная я достала от стендапсу санджой просто он у меня стоял в другой комнате на верхотуре там я его практически не видела вот а теперь я его вот сюда поставила чтобы он был у меня на глазах симпатичный мальчик правда же на этом я заканчиваю пока пока хорошего всем вечера до свидания